Здравствуйте дорогие телезрители в эфире программа интервью и сегодня обсудим вопросы которые касаются всех жителей многоквартирных домов поговорим о программе капитального ремонта и наши гости в студии директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов тюменской области Светлана Цинская Светлана Сергеевна первый наверное вопрос в этом году отмечаем пятилетие программы понятно что документ создан там пять лет назад и время меняется что изменилось в документе нужно ли было его трансформировать вы знаете если вспоминать как эта программа начиналась да все мы помним что это начало было 2013 году в целом по россии тюменская область присоединилась к большому капитальному ремонту в 2014 году а в мае 15 мы уже все увидели в своих китанцах в платежках на закоммунальные услуги строчку взнос на капитальный ремонт напомню что изначально и сейчас минимальный взнос у нас не изменился это 7 рублей 50 копеек с одного квадратного метра жилой либо нежилой площади вот поэтому очень было много споров скептиков да которые обращали на это внимание что говорили о том что это программа не поедет да то есть она это очень много было вопросов и со стороны жителей и со стороны управляющих компаний общественности ну вот как мы видим пять лет прошло и можно сказать о том что несмотря на все трудности капитальный ремонт в тюменской области идет так же как во всей россии понятно что сейчас система устоялась она стабильно работает но это нет предела совершенству и понятное дело что чем дальше тем больше мы ее трансформируем на это нас подталкивает не только жители там управляющей компании власть ну и сам рынок до подрядной организации производители материалов оборудования вот поэтому чем дальше мы движемся тем больше мы совершенствуемся идем там к энергоэффективному капитальному ремонту что немаловажно и вот знаете я очень часто общаюсь с директорами других фондов капремонта и мы являемся членами ассоциации региональных операторов россии и вот буквально недавно состоялась заседание экспертного совета на котором обсуждались очень ну серьезные на мой взгляд вот в настоящее время вопросы это финансовую устойчивость региональных систем капитального ремонта что это значит что все средства которые мы накапливаем на счете регионального оператора и эти средства уходят понятно да на цели капитального ремонта должен быть баланс так вот одна из инициатив тюменской области была рассмотрена уже в законе в первом чтении вынесено несколько замечаний но с этим сейчас мы работаем и все региональные операторы и министерство строительства и жкх наша профильная и ассоциация региональных операторов и даже общественности все подключаются к нам потому что это очень интересная тема но вот в настоящее время этот опыт тюменской области как выделение под программы в целом региональные программы что туда выделяются туда выделяются многоквартирные дома с износом основных конструктивных элементов больше 70 процентов ветхожилье называемое ветхожилье и также в эту программу выделены дома где стоимость капитального ремонта на один квадратный метр общей площади превышают среднюю удельную да это в основном небольшие дома это двухэтажки трехэтажки которые расположены у нас не только в областном центре но и во всех районах тюменской области так вот вот этот опыт наши это программа мы ее уже утвердили с 21 года начинает работать и к этому ветхому жилью в принципе такие же критерии такой же ремонт будет но дополнительная поддержка от правительства тюменской области выделяется в размере 40 процентов в основной программе это 20 до вот в этом отличие мы понимаем что ветхожилье ближайшем будущем она будет признано аварийным и нужно чтобы люди чувствовали себя безопасность безопасно при проживании соответственно они должны получить тоже капитальный ремонт может быть не в таком большом массовом объеме но именно тех конструктивов которые в данный момент в этом доме требуют ремонта значит ли это что будет пересмотрен порядок выхода на дома или их вообще вынесут в отдельный свой список знаете вот в подпрограмме как мы планируем планируем что все дома под программе будут мы проведем обследование да и уже очередь исходя из того будет выстроена если по основной программе критерия утверждены правительством тюменской области к очередность проведения капремонта выстраиваться да по этим критериям то по второй программе проведя вот такую оценку органы местного самоуправления стамы и ветхие дома начнут ремонтировать то есть пока это вот система начиная работ начнет работать 21 года следующем году мы начинаем уже к ней приступать проводить оценку и уже в дальнейшем дома также будут ремонтироваться наши коллеги как раз буквально две недели назад наверное делали материал и заголовок был что жители ветхих домов будут платить больше это неправда нет одинаковый взнос что по программе что по подпрограмме 750 с квадратного метра то есть при этом получается финансировать со стороны областного бюджета будет больше больше будет та же самая схема то есть если ремонтируем кровлю до всю кровь или будет все таки посмотрим да то есть мы будем привлекать к этому проектировщиков которые будут оценивать до объем ремонта необходимого для безопасного проживания это наша идея тюменская это наша тюменская идея куда мы сейчас транслируем она транслирована в минстрой сейчас вносится изменения в закон вот в первом чтении он уже прошел выданы замечания но в то же время как бы идею не отклонили то есть она имеет место быть возможно что этот опыт пойдет уже да он однозначно пойдет на другие территории это одно из последних изменений это одно из последних изменений которые так скажем стабилизирует финансовую устойчивость региональных программ вообще законодательства если честно сказать вот наверное за четыре года она она претерпела такие изменения что сейчас она уже тоже в стабильной фазе находится и только там штрихи некоторые да либо что-то новое технологичное мы вносим уже в законы постановление правительства как бы оттачиваем вот эту систему многое изменилось конечно за последние годы то есть если говорить там в начале до жилищным кодексом предусмотрено виды работ основные да напомню что это крыша это фасады это инженерное все полностью оборудование подвал фасад лифтовое оборудование в тех дома где это есть да но наверное это не все хотелось бы еще и большего и конечно субъекты пошли другим путем им дали право принимать дополнительные работы которые тоже в рамках капитального ремонта могут ремонтироваться допустим в тюменской области мы приняли достаточно много видов работы я считаю они так как бы имеют место быть и мы это делаем во первых мы разрабатываем проектную документацию которая определяет объемы ремонта определяет технические решения сходя уже из новых реалий которые сейчас существуют ну вообще в россии технически вот то что я говорила там даже энергоэффективный ремонт это сейчас да это проходим вот потом что еще ну такое с последнего это плоские крыши мы меняем на скатные в случае необходимости да если проект проектное решение будет принято и возможно на этом доме сделать то как бы мы считаем в нашем регионе это неплохое решение также мы устанавливаем индивидуальные тепловые пункты за счет средств фонда капремонта за счет наших 750 тоже тоже как бы это не ну неплохое решение это дорогостоящее его даже если немножко отклониться от темы индивидуальные тепловые пункты сейчас собственники даже сами меняют и потом заявляются за счетом стоимости то есть это тоже возможно да как бы хорошая такая тема в первые годы как-то мало было обращений может в год там 5-6 домов которые меняли теплообменники сейчас это уже набирает обороты и придут люди понимают что это им выгодно и они это делают за счет собственных средств заявляются и получают отсрочку платежа по капремонту на эту сумму вот кроме этого общие домовые приборы учета мы теперь тоже финансируем за счет средств фонда да и регуляторы тепловой электроэнергии вот то есть узлы управления тоже мы ставим поэтому я считаю так мы шагнули достаточно серьезно вперед в части вот видов работ кроме того еще напомню что взнос у нас не повышался за за эти годы то есть мы все вот в рамках нашего взноса значит этот ремонт проводим большой объем изменений прошел у нас по подрядным организациям да вы знаете что у нас отбор раньше подрядных организаций был одноэтапный сейчас это очень такая серьезная тема они напугались нет не напугались потому что ну как бы все работы и по 44 музыкому федеральному и по 223 в принципе на 615 он примерно такие же условия это двухэтапный отбор первый этап это зачисление в реестр добросовестных мы называем квалифицированных подрядных организаций около трехсотых сейчас у нас уже в реестре ну понятно нужно иметь опыт обязательно сыро на те виды работ куда вы заявляетесь и собственно так скажем не иметь задолженности перед налоговые обязательно да то есть такие добропорядочные добросовестные подрядные организации которые работают у нас на капремонте вот но и второй этап это как правило это уже акцион да это торги на понижение цены уже по конкретному дому по конкретным видам работ куда они заявляются страха никакого нет то есть сразу мы очень так плавно перешли с одной системы на другую тоже она свое время претерпела огромные изменения исходя из опыта и практики всех других регионов нашего в том числе хорошо что у нас министерство строительства слышит и доверяет тем людям которые работают на земле и прислушиваться к нам вносит изменения свое время что вот как бы позволяет быстрее решать вопросы вы говорите о финансовой модели по крайней мере два раза не вернулись то есть получается мы в фонде собираем столько денег сколько нам необходимо потратить да это так как удается ну грубо говоря ну понятно сборы во первых первый вопрос какие сборы сейчас на сколько добросовестно платят наши собственники и второй вопрос как рассчитывается стоимость капитального ремонта потому что ну за пять лет понятно ценники выросли ну по-прежнему по-прежнему не устаю повторять о том что собираем из уносов на капремонт в тюменской области очень высокая и мы стабильно держим 98 процентов даже вот в этом году благодаря некоторым факторам мы достигали даже вы больше ста процентов но я поясню почему да поясню почему потому что ну во первых это огромная такая претензионная работа и напомню александр если вы помните там в пятнадцатом шестнадцатом году когда эта программа начиналась то там процент собираемости да сначала разъяснительная работа такая очень полномасштабная и привыкание людей к тому что сейчас будет новая строка в квитанции и мы стартанули очень прямо 50 процентов у нас было за первый месяц это с одной стороны кажется ну что 50 процентов да а по большому счету это хороший результат что другие регионы показывали 20 30 ну такая такие были цифры вот но первый год мы вообще закончили 80 сразу то есть вот сейчас уже стабильно мы держим эту этот уровень собираемость стану сергей ну давайте прервемся на пару минут сейчас небольшой перерыв и вернемся и обсудим все таки как же выстраиваются ценовые отношения с подрядчиками и